Сегодня хотел рассказать об одном интересном человеке. Это инженер из города Орла. Зовут его Александр Казаков. Он установил у себя на даче ветря, который вырабатывает электроэнергию, сделал все своими руками. Так начинается видеообзор, рассказывающий о достижениях Орловчайна. Сам герой ролика ничего выдающегося в своем техническом творчестве не видит. Говорит, достаточно просто разбираться в электрике. Ну, ветряками давно занимаюсь. Сейчас просто на научную основу поставил. Сам посчитал, теорию написал. Ветряка, ну, свое, по-своему. Генератор перемотал под меньшие обороты. Александр, конечно, скромничает. Двухэтажный дачный домик он собрал на основе корпуса грузового автомобиля. А электричество для него добывает самодельный ветрогенератор. По проводам ток идет на вот эти устройства. Это контроллер. Контроллер ограничивает заряд аккумулятора, чтобы не было перезаряда. И стоит предохранитель, выключатель. Можно выключить ветряк за ненадобностью. Заряда хватает не только на освещение, но и на питание бытовой техники. Например, телевизора. Канал он, правда, не ловит. Нет антенны. Но это дело техники. Полностью заряженного аккумулятора вот такого размера хватает на несколько часов для пользования самыми простыми электроприборами. С водой в доме тоже проблем нет, рассказал инженер. Поток оптухи приводит в движение специальный насос из подручных средств. Правда, в этом году течение слабое. Технологии требуется доработка. Это свободно-поточная гидротурбина. То есть свободный поток не в канале. И поставлен водяной насос. Вращаясь, она поднимает воду буквально 8 метров по высоте. Алексей Гущин, выложивший видео в интернет, поведал. Альтернативными источниками энергии интересуется давно. Поэтому и решил рассказать всем об орловском энтузиасте. В Германии, например, уже сейчас, в этом году, больше 50% всей электроэнергии, которая вырабатывается, это электроэнергия от ветряков, от солнечных батарей и от гидроэлектростанций. То есть из возобновляемых источников. В России, к сожалению, пока ситуация очень далека от идеала. Александр показал съемочной группе и другие наработки. Например, сейлку для посадки мелких семян на участке. Правда, патентовать ничего не собирается. Говорит, мастерить привык не для продажи, а для души. Сергей Прошкин, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Субтитры сал grated fotos. Также сегодня написано еще раз, как над гидроэлектростан Nevlo. Субтитры сал vet для eурально remод remarkable. Продолжение следует...